Всем привет! Я Лена. Я Катя. И вы на канале Психологини в моде. Здесь вы увидите психологические комментарии на разные модные феномены и события, а также обзоры на некоторые мероприятия. Но сегодня без психологического комментария мы рассказываем о себе. Наконец-то нужно уже представиться вам. Поехали! Поехали! Наш неизменный также участник, наш помощник, Персик. Это вот первое представление соучастника, соведущего. Это Персик, он кот, он любит участвовать в видосиках, потому что любит приходить просто и портить все, но он так просто эстетично добавляет красоты в кадр. И очень любит, когда ему щечки чешут. Жмяк-жмяк-жмяк-жмяк-жмяк-жмяк. Психологини, потому что мы окончили один университет с Леной, правда, с разницей в несколько лет. Мне нравилась психология, когда я училась в старших классах, но дело в том, что мне нравилась психология, экономика и юриспруденция. Когда нужно было готовиться к ЕГЭ в 11 классе, у меня была глубочайшая депрессия. Все, к чему я смогла подготовиться, это к биологии и к обществознанию. Когда была необходимость подавать документы, ну, я подала документы только на психологию и только в НГУ. Вот такой у меня был выбор, потому что я вообще не хотела ездить по университетам, я работала вожатой в лагере. Лагерь находился неподалеку от НГУ, поэтому я села на такси, приехала, отдала документы, уехала обратно и все. Когда я училась на первых курсах, я решила, что раз уж я на психологии, то я совмещу свой интерес с юриспруденцией. Мне очень была интересна психология преступников, психология преступлений. Я этим очень глубоко занималась первые два курса, потом не смогла продолжить, потому что мне не разрешили в университете. И тогда я проанализировала, чем еще мне интересно заниматься, и все это как-то вытекло в моду. Потому что мы с Катей закончили один университет просто в разное время. Я бакалавр клинической психологии на базе НГУ и магистр социальной психологии на базе СПБГУ. И дело в том, что я вообще-то бывший профессиональный спортсмен, я занималась биатлоном. Я в какой-то момент поняла, что на самом деле я этим занимаюсь просто потому, что это больше нравилось моим родителям. Вот они меня одобривали, вот мои победы, это им нравилось, я такая заряжалась, вот здорово, у меня было одобрение. Но в какой-то момент я понимаю, что это не мое, и я не хочу продолжать. К сожалению, я это поняла за два месяца до ЕГЭ. С горем пополам я его сдала, абы как. И единственный факультет, на который я проходила, это была психология. Я хотела на самом деле пойти на биологию, но вот там меня математика сильно подвела, что-то 44 у меня балла было. Ну как бы, камон, я всю жизнь думала о спорте, о там олимпийских каких-то победах, медалях, а тут мне нужно было как бы взяться за голову и начать что-то учить. И вот эта роковая случайность, она действительно роковая, она мне очень потом в будущем помогла. Но об этом я расскажу попозже. Потому что я уже на протяжении 11 лет работаю моделью. Ну собственно, я ушла из сборной, и такая думаю, а чем я вообще хочу заниматься? И я такая, мне нравится фоткаться, мне нравится топ-модель по-американски, я хочу стать моделью. Все, я пошла в модельный бизнес, я пошла в первое свое модельное агентство. Немножечко такая предыстория. Весь свой подростковый период у меня был жесткий буллинг. Плюс это все еще накладывалось на спортивную дисциплину, то есть для меня авторитет тренера, авторитет родителя был просто незыблем. Ориентировка на то, что мне скажут взрослые или какое-то авторитетное лицо, она у меня была всегда. Ну плюс еще буллинг очень, так, снизил мою самооценку. Я считала себя выродком. Вот с этим багажом я такая прихожу в модельный бизнес. На минуточку. В бизнес, где тебя считают как бы средством каких-то своих воплощений, идей и всего остального. Ну в общем я столкнулась с каждодневной критикой, неконструктивной. Тебя каждый день оценивают. Тебя замеряют фактически, буквально. У тебя физически есть вот эта оценка. И если ты, например, не понравилась заказчику, просто ты, например, не в типаже, ты принимала это все на свой личный счет. Я не знала, как бороться с этим огромным давлением модельной индустрии. Если у меня была низкая самооценка, то с модельной моей историей она просто опустилась ниже плинтуса. И вот та самая роковая случайность, которая произошла у меня с психологией, я настолько и благодарна. Потому что если бы не обучение на психологии, я бы, наверное, сейчас здесь не сидела. Потому что я вот пришла в модельное агентство, мне сказали худеть, естественно. Ну и что, я похудела. До анорексии похудела. Потом у меня была булемия. Потом у меня были огромные вот эти скачки веса. То я 48 килограмм, то я 75, то я 52, то я 77. И вот эти скачки были три раза. У меня была нестабильная психика. И вот благодаря психологии у меня была личная терапия полтора года, один год групповой терапии. К 24 годам где-то я уже имела более-менее стабильную психику и вообще оформленную такую связь между телом и психикой. И вот этому факту я очень благодарна. Вот факту вот той случайной, какой-то тотальной случайности, которая произошла со мной. Мне очень всегда нравилось. Не знаю, с самого прям детства очень-очень маленького. Не знаю, лет с четырех, наверное. Я рисовала всякие фэнтезийные платья, костюмы. Буквально недавно вот мы с моей мамой разбирали коробки на даче, в которых лежат ли там мои старые детские тетрадки, бумажки, рисунки. И я сама не помнила о том, что такое было, но там было несколько таких прям огромных тетрадей формата А4, в которых я рисовала там разных людей с разными лицами, разные костюмчики, чтобы все это можно было комбинировать, как это все должно выглядеть. У меня были целые альбомы, где я рисовала коллекции какие-то, одежды. Но у меня не срослось с поступлением в творческий вуз, и я просто продолжала этим интересоваться в инстаграмчике, смотреть посты какие-то. В какой-то момент я просто поняла, что вся моя лента инстаграм, она состоит из видео про макияж и косметику, и про одежду, тренды, показы, дизайнеров и все остальное. И я поняла, что если это занимает такое большое количество моего времени, потребление такого контента, значит, стоит уделить этому больше времени. Я пошла после университета и отучилась на стилиста-имиджмейкера, какое-то время уделяла этому. Я в основном стилизовала съемки, фото, видео, персональный шопинг иногда был какой-то, да, или работа персональная с клиентом. Мне это все было очень интересно, я поступила в магистратуру на дизайнера костюма, дизайнера одежды. Но, к сожалению, мне не очень понравилось учиться в ВУЗе, который я выбрала, и я решила не заканчивать его. Тому, как я получила все эти знания, которые мне были нужны ровно в моменте здесь и сейчас, пока ищу дальше места, где я хочу и буду изучать информацию. Коплю в библиотеку книг о моде. У меня всегда была какая-то такая потребность или желание делиться тем, что я узнаю. Я старалась вести блог в Инстаграме свой. Мне действительно просто хотелось делиться какими-то знаниями, информацией, не в обучающих целях, а просто ради души. А Инстаграм все-таки воспринимался лично мной больше как маркетинговая какая-то площадка, бизнес-площадка, где нужно четко думать о том, какие будут просмотры, какие реакции на сториз, на посты, сколько придет подписчиков. И нужно было генерировать именно тот контент, который привлекал бы людей, а мало кого привлекает в Инстаграме именно вот что-то такое информативное, историческое, не знаю. И поэтому, когда в какой-то момент ко мне пришла Лена и говорит, Кать, давай что-нибудь поснимаем, там не знаю, про стилистику или еще про что-нибудь, мне было неинтересно про стилистику снимать, а вот какой-то более глубокий контент, на который Лена тоже была очень настроена, мы прям очень сильно захотели делать. И оно все пошло. Не знаю, как-то так получилось. Я всегда хотела создать некоторое такое пространство душевного диалога. У меня был проект «Кухня говорит». Там мы с ребятами пытались передать то, о чем разговаривают на разных кухнях России. И, к сожалению, этот проект был настолько масштабным в своей миссии, в своей цели, что я просто не исправилась. Но так или иначе, я хотела вот это душевное какое-то пространство диалога создать. Я вообще фанатка такого явления, как диалог. И я подумала, почему бы не начать с чего-то простого, тем более, что я планирую уходить в режиссуру, нужно с чего-то начинать. И вот я предложила Кате, ну, давай поснимаем какие-нибудь видосы, тем более мы обе психологи, мы обе были в моде, давай просто будем разговаривать на какие-то интересующие нас темы. И вот так эта идея вылилась в наш канал. Ну, так как я все-таки спортсмен, у меня самое главное мое хобби — это спорт. Это такая полезная, наверное, зависимость. Но если я не тренируюсь где-то два дня, у меня сразу все ломко. Мне нужны вот эти получить интерфинчики. Я обожаю перевоплощение. Я очень люблю вот так садишься утром, макияж, и вот как тебя понесет. Особенно я так обожаю вот эти графичные какие-нибудь линии, рисунки. Ну, я думаю, вы видите. Вот. Иногда меня так занесет, что думаешь, нужно ли выходить на улицу. Все равно выхожу. Еще я очень люблю читать Достоевского. У меня... Я не знаю, можно ли назвать это хобби, просто сейчас у меня и такой период, когда я вот уже заканчиваю 30-й том Достоевского. Меня прям полностью погрузило. Очень люблю анализировать фильмы и также писать сценарии. Можно сказать, что я еще фанат тяжелой музыки. Ну, это так. Это не то чтобы хобби, но вот такая особенность есть. Ну, с учетом того, что я эстет до глубины души, я очень ценю красоту. Мои хобби во многом связаны с искусством. Я изучаю разные его сферы. Я очень люблю музыку, начиная от русской попсы до тяжелого рока. Очень люблю книги. Книги об искусстве, художественную, литературу, там, фантастику. Книги о моде. Детективы. Моя любовь просто в сердечке. Вот тут у меня огромная, наверное, их коллекция. Очень люблю видеоигры и настольные игры. И посвящаю этому достаточно много времени. Наверное, иногда можно было бы и поменьше. Но считаю, что неплохо разбираюсь в этой теме. Что мне нравится? Лего. Я люблю собирать лего, особенно по Гарри Поттеру. Потому что Гарри Поттер, я дикий фанат всей этой вселенной. С исключением каких-то суперновых произведений. Потому что я такой трушный фанат, я бы сказала. Картины я очень люблю рисовать. Какие-то мелкие иллюстрации, фэшн иллюстрации. Вот моя женщина стоит. Не лучше, конечно, пример моих работ. Но тем не менее, иллюстрирует мою привязанность к изобразительному искусству. Это глубоко. Это интересно. И это красиво. Диалог, который нужен. И это я сейчас имею в виду не то, что мы прям вот... Мы вам нужны. Наш канал вам нужен. И не то, что мы создаем какое-то видео, которое просто вселенское имеет значение. Нет. Просто иногда тебе нужно услышать какой-то разговор двух людей, чтобы твое настроение поднялось, чтобы тебе пришли какие-то новые мысли, новые идеи. Иногда вот нужно какое-то сопричастное такое присутствие с другими людьми, которое бы тебя как-то могло вдохновить или как-то облагородить. Ну что ж, друзья, спасибо большое, что вы были с нами на протяжении этого видео. Мы рады, что вы посмотрели его. Надеемся, вы узнали нас получше. Оставляйте какие-то комментарии, вопросы. Может быть, вы еще что-то хотите узнать. Может быть, мы сделаем эту рубрику постоянной. Вопросы, ответы. Следующее видео на нашем канале — это продолжение цикла видео о моде и теле. Поэтому ставьте колокольчик, чтобы не пропустить его. Мы будем вас ждать. А всем пока-пока. Пока! Все записалось, да? Шикарно. Ты поел? Только на психологию. Блин, я на тебя реагирую. Нормально. Сау. Какой шутер, как маленький.